Находил ли ты трупы вообще, человеческие захоронения? Ну, конечно, находил. Первый раз. Это, наверное, было на вахте памяти, ну, с красными поисковиками. Ты поехал в лес первый раз с какой-то определенной целью что-то найти, там, захоронение, тебе интересовало оружие, там, или что? Да, СС вообще один из дорогих предметов, ССовские вещи. Никакой тут культурной ценности нет, культурных памятников здесь нет, просто лес. Почему ты тогда скрываешь лицо? Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск Люди Про. И в гостях у нас сегодня человек в камуфляже и вообще в маске, да, и в какой-то интересной кепке. У нас на столе тарелка-вилка, вот сейчас по ходу пьесы и поедим. Вот, сегодня мы снимаем о чем? Давай сразу. Всем привет! И сегодня снимаем выпуск о черном копателе. Что это такое? И кто это такие люди? Черные копатели. Вообще фраза, наверное, обозначает людей, которые занимаются незаконными раскопками, да? Ну да, ты прав. Эта фраза вообще пошла больше с телевидения. То есть это в телевидении всех людей, которые занимаются незаконными раскопками. Их назвали вот черными копателями. Вот. Чтобы было понятнее всем, есть так называемые, ну, белые копатели, красные поисковики, вот, есть черные копатели. Сегодня речь пойдет больше про поиск по войне, то есть раскопки на местах Великой Отечественной войны. И я этим занимался 7 лет. И, наверное, что-то интересное вам сегодня расскажу. Ты сказал, красные копатели и белые там эти поисковики какие-то, да? Что за красные, что за белые? Ну, это тоже такое разграничение. Особой грани-то нету. Красные поисковики – это те, которые работают по солдатам Красной Армии, то есть их находят на местах боев и устанавливают их личности, ищут родственников, перезахоранивают. То есть занимаются активно военно-патриотической работой. Белые копатели тоже, это они же и есть, в принципе, как сказать. Черные копатели – это кто-то копает по войне и именно ищет трофеи. То есть все остальное им не интересует. Можно также отнести к черным копателям, это те, которые копают по старине еще, то есть которые ищут старинные монеты. Клады. Да, клады, то есть в старых домах, на полях, чердачники тоже такие же есть. Я, в принципе, пробовал и то, и то, но больше остановился на войне. Друзья, клады в реальной жизни находятся достаточно редко, как все мы понимаем, но можно найти свое сокровище и разбогатеть другим путем. Я уже в своих выпусках неоднократно говорил вам о компании United Traders. Это инвестиционная площадка, посредством которых мы можем покупать акции известных китайских и американских компаний, которые как уже вышли на IPO, то есть разместились на бирже, так и компании, акции которых еще не доступны в публичной продаже, которыми владеют какие-то венчурные фонды и частные инвесторы. И у компании United Traders в этом году уже была своя история успеха акции компании Beyond Meat, которая вышла на IPO. А компания, кстати, можете почитать в интернете, очень интересно, она занимается растительным мясом, то есть производством продуктов питания. Акции компании Beyond Meat подорожали за непродолжительное время в 7 раз, то есть вложил там 1000 долларов, получил 7. Но, разумеется, такие истории встречаются не каждый день. IPO бывают как удачные, так бывают и очень удачные, когда там акция компании вырастает в 50 раз, а бывают и не слишком удачные. Соответственно, чем больше разных IPO проходит, и мы вкладываем в них, диверсифицируем свой инвестиционный портфель, тем лучше. И сейчас, не пропустите, 8 августа состоится IPO израильской компании InMod. Эта фирма занимается производством косметологических аппаратов для индустрии красоты, для борьбы с подкожным жиром, омоложения. И если в первом случае мы все понимали, что население Земли растет, и, соответственно, продукты питания будут востребованы всегда, точно так же и в случае с InMod, женщины всегда хотят быть красивыми. Люди в целом всегда хотят быть красивше и моложе своих лет, чем они сейчас есть. Поэтому не пропустите 8 августа IPO компании InMod. И я не знаю, во сколько вырастут ваши вложения, и мои в том числе, потому что я обязательно сформирую свой инвестиционный портфель, и я вам его покажу в прямом эфире. Он будет состоять из акций InMod, акций, как я вам уже говорил, Airbnb. Наверное, еще будет компания Palantir, которая занимается сбором Big Data и вообще данных о каждом жителе США, и они, в принципе, сотрудничают очень тесно с ЦРУ. И поэтому тоже имеют потенциал роста. Поэтому InMod не пропустите 8 августа. Минимальное вложение на United Traders всего 50 долларов. Поэтому сформируйте свой инвестиционный портфель, и будем наблюдать за ростом денег вместе с вами. Ссылка в описании. Регистрируйтесь, изучайте, инвестируйте. Хорошо. А диггеры? Мне еще с детства знакомо такое слово. Ну, диггеры – это, в принципе, с перевода с английского – это тоже, по-моему, копатели. Вот. Диггеры – это больше те, которые изучают подземелья, то есть разные канализации. Подземные тоннели под Москвой, там и прочее, да, диггеры. Хорошо. Чёрные копатели, то есть ты занимаешься, именно тебя интересуют военные какие-то артефакты, да? Ну да, всё правильно. Ну, как сказать, я занимался этим. Сейчас я этим не занимаюсь. Почему? Да просто отошел от дел, не знаю, переключился на другой род деятельности. Ну давай, что самое интересное было там за твою карьеру чёрного копателя? Ну, в плане находок или вообще разных ситуаций, или что? Ну, 7 лет – немалый срок, то есть как ты попал вообще к этому, и с чем вообще был связан твой интерес? Интерес был сначала, я начал со школы, то есть у меня была интересная история Великой Отечественной войны, затем я познакомился с людьми, и мне как бы сказали, что войну ещё можно и копать. Меня заинтересовало это, и я поехал в лес. С чем поехал? С лопатой. С лопатой? И с металлоискателем или ещё? Ну, сначала не было, просто с лопатой. Ну, я там особо ничего не находил в первое время. Вот, и... Ну, затем потом появился металлоискатель, но... В принципе, чтобы копать, он не всегда нужен. Ну, он как бы нужен, но можно и без него. Ты поехал в лес первый раз с какой-то определённой целью что-то найти, там, захоронили? Тебе интересовало оружие, там, или что? Просто интересовали все артефакты вообще по войне. То есть всё, что я найду. Вот, но это больше, наверное, всех интересует. Это бизнес или хобби? Ну, бизнес из-за этого, я бы не сказал, что прям там можно что-то заработать. Тем более в моём регионе. Он считается как бы по находкам по войне один из бедных. То есть здесь... Ну, война была, но... Именно по немцам немцы стояли долго, но особых столкновений сильных не было, и стояло их мало. Их перебрасывали на другие фронта, на более серьёзные направления. И поэтому они здесь просто сидели, и самое главное, они отсюда очень долго уходили. То есть они всё собрали с собой и ушли. В каких-то регионах, где более, так сказать, жирные места, там ещё можно как-то так на этом как бы зарабатывать. А так, в принципе, это хобби. Ну, это как бы незаконное хобби. А самые жирные места, это ты имеешь в виду какие? Где были крупные битвы, типа Курская дуга, там битва под Сталинградом? Ну да, правильно, там это Сталинград, да. Ну там тоже свои у них нюансы по копу. Это Питер, Новгород, в Питере ещё и Финская война была до Великой Отечественной. То есть можно там ещё и по Финам копать. Калининград. Там, почему именно этот регион? Потому что в конце войны там все немецкие части отступали и сдавались в плен. То есть они весь свой хабар просто скидывали на землю и всё. Я натурную комнату не находил там часом в Калининграде? Да нет, я там просто не копал, как бы не знаю. Ну, а я как бы сужу из раскопок, то есть на форумах, как там люди поднимают. Там, конечно, серьёзные находки. И там и немцы были всю войну, грубо говоря. Ты охотишься за артефактами времён войны? Какие артефакты вообще ты находил? Какова их ценность вообще? Куда продавал, допустим? Да, ценность у них, в принципе, особо-то небольшая. За счёт того, что как бы это известные вещи, все рядовые вещи. Плюс ещё сохран на них действует очень сильно. То есть хабар гниёт, он не ждёт. Ну, как бы, как я себе для коллекции что-то оставлял более стоящее в сохране. А если такой же находил в худшем, ну, я продавал. Ну, как бы так и окупали поездки на бензин, как бы вот так. Самая дорогая вещь, которую ты продал? Всю свою коллекцию. Ну, что там было? Ну, это ещё долго буду перечислять. Ну, это и так, из всего там, ну, пряги, награды, каски. Как бы вот так вот. Посуду? Да, посуда, вся амуниция, там, личные вещи. Всё, что было на солдатах. Ну, просто пришёл момент, я так решил, взял, продал одним днём и всё. Тебе деньги понадобились? Ну, да, мне просто нужно было в одно дело, как бы, и думаю, ну, чего она лежит, я уже как бы не занимаюсь. Я взял, раздал сразу и всё, как бы там за полцены. И сколько ты выручил, если не секрет? Ну, порядка, наверное, 100 тысяч. 100 тысяч рублей, да? Ну, да. Всего лишь? Ну, да. А собирал эту коллекцию сколько? Ну, наверное, всё время. То есть, 7 лет практически, да? А было ли что-то такое, чтобы ты нашёл самое такое ценное, там, один какой-то предмет, там, стоимостью, там, тысячу долларов, допустим? Или такого по войне нет? Да не, есть, конечно. Конечно, но просто мне, может быть, не находил, ну, за тысячу долларов, не, не, не находил, поменьше. Ну, а что самое дорогое? Ну, каску одну находил в нормальном сохранении, ну, прягу эсэску, ну, как бы всё. Сколько стоит каска? Ну, смотря в каком сохране, смотря чья, то есть, если обычная войсковая, то есть вермахт, да, по-разному, то есть, от сохраны зависит, ну, 3-5 тысяч, 10, может, 15, как бы, ну, такая капонина, как бы, рядовая. Какие-то складские, ну, как складские, то есть, домашнего сохран, они стоят, естественно, на порядок выше, их меньше. Ты имеешь в виду, сохран, это просто степень её сохранности, да? Да, да. То есть, по сути, как качество. Да, то есть, очень часто получалось, что КПМ-блиндаж, там, в нём 4 каски, 10 штыков, а в итоге домой ничего не берём, потому что взять нечего, всё сгнило уже. А вот штык-нож, мне один там приятель показывал, у него штык-нож, ну, он обычный такой, чёрный, у него чёрная наборная ручка, она разбирается, там, каким-то шурупом, и, получается, там, орёл этот немецкий, он внутри рукоятки, как-то там, ну... Ну, да, ну, это ж немцы, они всё клеймили на заводах, у них везде клеймы, везде орлы, то есть, под каждые рода войск свои, своя символика, Люфтваффе, СС, Вермахт, Кригсмарин, у всех своё. А что такое Кригсмарин? Ну, это моряки немецкие. Морпехи, типа? Ну, типа того, да, но у них там морской пехоты, как таковой, не было, ну, моряки. А что самое дорогое вообще из символики, вообще из предметов войны? Всё, что связано с СС или что? Да, СС вообще один из дорогих предметов, ССовские вещи. Кстати, одни из подделываемых, естественно, тоже. Почему так? Потому что их, ну, особо углубляться не будем, там, как бы, есть и обычный СС, есть Вафен СС, то есть, войска. Ну, их вещи почему-то такие дорогие, потому что они очень редки, и на территории России их, как войск, очень мало участвовало в боях. Ну, на порядок меньше, чем обычных военных вермахтов. Вот, поэтому их хабар очень дорогой. Естественно, все-все ищут их, ну, кто-то находится, кто-то нет. А хабар это на вашем языке называется что вообще? Всё, что вы найдёте, добро это? Ну, как, есть там, как бы, такие, это самые, шуточные разделения, то есть, там, шмурдяк, хабар, хлам. Вот, мы называли просто, там, есть какое-то гнильё, это, там, хлам, трипер, то есть, говно. Ну, либо хабарок, предметы, артефакты, ну, не артефакты, предметы, девайс, ну, короче, нормальные вещи. А шмурдяк что такое? Ну, это тоже, ну, как бы, ну, что-то сгнившее. Отстой. Да, отстой, который уже, там, только пионеры, там, с отвалов забирают. Находил ли ты трупы вообще, человеческие захоронения и что при этом чувствовал? Ну, конечно, находил. Ну, начнём с того, я участвовал в составе и красных поисковиков тоже, то есть, на так называемых вахтах памяти участвовал, то есть, перезахоранивал останки советских солдат. Вот, то есть, ну, и их поднимал, естественно. Вот, но основная, как бы, цель была на немецкие захоронения. В нашем кругу это назывались лежаки. Лежак это захоронение, да? Ну, да, то есть, обычный человек его не увидит. Это обычное поле, либо поляна в лесу, уже заросшая деревьями. То есть, никто её даже не найдет, там ни крестов нет, ни могил, ничего. Но если там покопать, там, они лежат. А как ты узнаёшь, вот, где этот лежак? Ну, из карт, из карт, из карты, донесения. Их вообще очень, ну, их много лежаков, просто их найти очень сложно. То есть, либо материалы недоступны, либо просто даже на местности их сложно найти. В отличие от позиций блинов, они просто так видны в лесу, там, ямы стоят. Вот. Самые хабарщики, то есть, мародёры, если можно так сказать, это были американцы в конце войны. Они, все трофеи, они тогда понимали ценность этих вещей, они тащили к себе в Америку. Естественно, самые большие коллекции, например, шлемов немецких, какое-то оружие, это в Америке всё, наград, это всё в Америке. Естественно, они забрали с собой и карты, и аэрофотосъёмку немецкую. А карты ты имеешь в виду, то есть, захоронений, да? И захоронений, и аэрофотосъёмка, то есть, немцы постоянно делали разведывательные действия, то есть, и свои позиции фотографировали, и другие, то есть, в них это велось очень серьёзно. Естественно, всё это в архивах, и всё это в Америку уехало. Ну, хорошо, Америка, Америка, а вы и конкретно ты, как получаете доступ к этой инфе, где её ищете? Это архивы, библиотеки какие-то, или интернет, или что? Да через интернет просто заказываем эту съёмку, как бы за деньги, вот и всё, потом накладываем на карту, это как бы ни для кого, не секрет, все этим пользуются очень давно. Заказывают фотосъёмку, накладывают на новую карту, и потом по GPS просто приходят в лес, и всё. Подожди, чуть-чуть не понял, давай подробнее. То есть, фотосъёмку чего ты заказываешь? Фотосъёмку позиции. Вот я хочу копать немецкие позиции, ну, в своей области, например. Я заказываю фотосъёмку, накладываю её потом на карту в навигаторе. И потом по своей точке я прям прихожу на эти позиции. Ну, дальше уже разведка, как бы хожу по лесу, так смотрю визуально, где там блины, копы, траншеи. Далее, суперпредложение, я считаю. Сейчас заказываем в издательстве большой тираж книг, печатных именно, потому что печатных нигде нет, и даже у меня там она осталась, вот она подписана моему другу. То есть, у меня нет ни одного чистого экземпляра. Вот, соответственно, предложение. Оставлю ссылку под видео. По этой ссылке сможете оставить свои координаты и купить эту книгу всего за 1000 рублей с моим автографом. Вот, вместо 2000 рублей, вот как она стоит в обычное время. Но это предзаказ, это предзаказ, поэтому придётся немного подождать. Предложение будет действительно ровно две недели. Я напишу, до каких дат можно оплатить, чтобы получить мою книгу с автографом по старой цене, 1000 рублей. Плюс доставка, но она небольшая, там примерно 200 рублей до вашего города. Потому что сейчас на моём сайте она уже стоит по 2000 рублей. И очередь, я вам скажу, такая впечатляющая. Ну, фотосъёмку, понятно, ты заказываешь. Но ты же не можешь заказать там, допустим, там 100 на 100 гектар, допустим, вот фотосъёмку до этого квадрата. То есть, ты какой-то конкретный участок там километра на километр заказываешь или что? Вот я хочу понять, вот как ты именно вот этот квадрат находишь, где искать? Ну, смотри, там заказывается съёмка, ну, несколько километров на несколько километров, то есть, квадрат, допустим. Потом там её рассматриваешь, то есть, видны какие-то позиции. Ну, как ты их видишь? Ну, они прям видны, прям окоп вот так вот прям неровной линии идёт, блиндажи вот так точками. Это может, овраг просто? Нет, ну, это как бы, это понятно, что это позиции. И потом приходишь на это место и уже там, ну, в ближайшем радиусе уже ходишь их ищешь, и всё. Ну, и в принципе-то все места-то уже известные. То есть, всё это даже можно в интернете, даже уже в открытом доступе уже эта фотосъёмка даже есть. Естественно, там уже все побывали. Да, если они известны, то они будут 10 раз перекопаны, и смысла туда ехать вообще уже не будет. Ну, почему? Бывает, бывает, но дурачка как бы и получается, то есть, там кто-то уже копался, а ты приходишь, что-то там добираешься. Ну, это как бы так, да. Как ты первый раз нашёл вот труп вообще человеческий? Первый раз? Это, наверное, было на вахте памяти, ну, с красными поисковиками. Да мы копали воронку. Ну, после боёв местные жители солдат стаскивали туда. Да. По всем рассказам местных жителей, то есть, там вот они должны были быть. Ну, мы зашурфились, и они пошли, как бы, ну, и начали выбирать их. Ну, там, по-моему, из, наверное, человек 30-40, наверное, только один с медальоном, по-моему, был. Советский солдат, да? Ну, да. А остальные просто кости такие уже безымянные, черепа, да? Да, их уже не опознать никак, потому что наших можно опознать либо по медальону, и то он может не сохраниться, потому что там капсула вот такая вот ебанитовая, внутри записка бумажная, естественно, это очень плохо сохраняется всё. Бывает, кто-то не заполнял тоже. Бывает, например, ну, куча останков лежит посередине медальон, там даже непонятно, кто, к чьей он. Либо какие-то подписные вещи бывают, ну, именные. Но тоже это не стопроцентная доказательство, потому что кто-то мог друг другу передавать эти вещи. Ну, для найти там. Да, да. А немецкие солдаты, как они были обозначены? Ну, у немцев совсем всё по-другому было. У них было всё чётко, в отличие от нас. У них, у каждого были медальоны на шее, ну, жетоны. Вот. Когда человек умирал, одну половинку отламливали, одна оставалась на трупе, а вторую подшивали, ну, к спискам погибших. Вот. То есть, у них, если покопать немецкие лежаки, там они все зачастую лежат с полонами, с отломанными медальонами пополам уже. Ну, некоторых, кстати, нет почему-то. Плюс они ещё, как бы, находили на лежаках тоже такую интересную вещь. Бывало, немцы клали бутылки, в бутылках записка вся на человека. То есть, где родился, адреса родителей, сколько лет ему, когда служил, когда умер. То есть, вот так вот. Как памятник такой своеобразный. Ну, вроде того, да, даже было интересно. Я, как бы, копал, мне было, по-моему, лет 20, и солдату тоже было лет 20. Ну, только он, по-моему, умер где-то в 42-м. Ну, и вот ты наткнулся на труп, ты испугался или как? Да, вообще ничего, то есть, ну, видел, стал копать. Как бы, смотришь там, ну, немцев копают из-за трофеев. Почему? Потому что, ну, это самое, я считаю, на те времена была технологичная армия. То есть, у них снаряжение всегда было очень укомплектованное. Там много разных подсумков, котелков, фляг, ремней. Плюс бывают какие-то знаки, ну, жетоны, какие-то личные вещи, персни какие-то войсковые. То есть, ну, их интересно копать. Вот, и слежака можно очень поднять. Но здесь вторая сторона медали, то, что все находки на трупах очень плохо сохраняются. Просто из-за того, что они долго лежат в земле, либо что они на человеке были? Рядом разлагается тело, и поэтому все находки очень плохо сохраняются. Ну, кроме, конечно, драгоценных металлов, ну, зубов золотых ещё. И вот ваши тогда действия, когда ты находишь, например, вот человеческие останки, что вы делали? То есть, понятно, когда вы выступаете в составе там официальных батальонов этих поисковых от государства, да? То есть, вы там перезахораниваете, там, если возможно, идентифицируете, как-то ищете сообщать родным, да? Ну, да, да. А если ты поехал один, вот как чёрный копатель, неофициально, вот ты нашёл там советского солдата или там немецкого, что ты делаешь с этим? Ну, когда сам по себе выезжал, я советских не находил. Ну, я копал на немецких позициях, их, в принципе, там, ну, их не должно быть там, по идее. Да немцев как? Закопался, обнёс его, всё забрал себе, его обратно положил, землей накрыл, всё, дальше пошёл. Что значит, обнёс? Ну, забрал все трофеи с него. Ограбил? Да нет, не ограбил, просто взял, попользовался, он вроде не против был. Ему уже всё равно? Я думаю, да. И никуда не сообщаешь ничего, да? Да нет, ну, это всё сложно, как бы, да, могут подумать, а если там найти родственников, а если где-то там, да уже столько времени прошло уже всем насрать там, я думаю, на него. Плюс в Европе очень боятся вот этого прошлого нацистского, там от этого все бегут и как-то даже разговаривать, я думаю, не будут. Ну, мы никогда даже не пробовали, плюс я как бы его нашёл ни в каком составе там поискового отряда, да и нафиг заморачиваться. Черепов дома много, коллекция? Нет, Черепов вообще не брал, зачем их брать? И мыло, что ли, из них варить? Не знаю, ну так, поставить в качестве трофея дома, пепельницу сделать там. Да, ну, ну, их, опять же, их в сохране-то тоже немного бывает. Кочунство, короче уж, ну. Да, ну, нет, ну, зачем так? Ну, у меня один знакомый там зубы собирал, ну, я говорю, зачем? Ну, золотые. Говорит, нафиг они тебе нужны? Я ему отдавал. Ну, коронки эти переплавил, сдать в варту? Да, ну, это, да не, ну, это уже слишком, как бы обнести, да, но... То есть золотые зубы ты не брал? Да не, ну, зачем мне нужны? Я за другим охочусь, за личными вещами, за униформой, там, за снаряжением. Ну, зубы зачем, я же не стоматолог. И не ювелир, да. Ну, да. А много ли вообще в хорошей сохранности вот там оружия, например, что-нибудь такое, часы, может быть, именно, или всё вообще уже в ужасном состоянии? Да и всё в ужасном состоянии уже, то есть, нет, попадаются, естественно, такие предметы, но очень-очень редко. И мало где они выстреливают, ну, в каких-то там болотах, если только, либо на глубине в блиндажах, там, в синей глине, где-то ещё, может быть, там, какие-то предметы в хорошем состоянии там выстрелят. Ну, тоже, опять же, это редко бывает. Что такое синяя глина? Ну, эта глина такая, она образуется в блиндажах, не знаю, честно, всю химию этого процесса, но вроде как образуется тогда, когда резко перекрывается кислород. То есть, либо он обрушился, либо что-то такое случилось, либо он затопился, может быть, сразу и надолго. И образуется такая синяя глина, то есть, в ней нормальный сохран бывает. И, как бы, когда её копаешь, что-то ждёшь. Ну, как правило, бывает, например, синяя глина идёт-идёт, заканчивается, начинается обычная там земля, ну, и там уже пошли находки, и все усосаны. То есть, бывало и так. Усосаны, это что, плохие? Ну, вообще, да, ни в каком сохране. А синяя глина, она синего цвета, что ли? Да, она такая, ну, наверное, как вот... Но обычная, наверное, ржавая такая, по-моему, светло-коричневого цвета. Нет, 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 синяя, она именно прям такая, как фиолетовая. Фиолетово-синяя такого цвета. Ничего себе. А ты копал один вообще? Не в команде, а вот именно один? Не, один я не копал, да мне скучно поговорить не с кем. Я всегда, то есть, либо вдвоём, либо там втроём, ну, то есть, группой выезжали. И копатели чаще всего выезжают в группу или нет? Ну, да, потому что это, во-первых, ну, как бы мало ли что-то случится там с тобой в лесу, да потеряешься, ну, как бы там вдвоём-то. Не, ну, понятно, как бы ты уже ездишь туда сто раз, уже всё знаешь. Да и как-то вдвоём интереснее, можно и пообщаться, и как бы ехать не близко. Да и когда мы в основном уже, ну, большую часть времени копа копали блины, вот, а там как бы одному никак. Ну, блины-то блиндажи, да? Да, да. То есть, там уже надо группы копать, и там бывает и глубина, там по два, по три метра, и иногда даже копали в две лопаты. То есть, один стоит наверху на отвале, ты ему кидаешь глину наверх, а он уже дальше её откидывает, потому что уже туда закинуть метра на три уже не получается. Блиндажи, траншеи, окопы? Ну, по траншеям не копали, это очень тяжело, то есть, их перекапывать. Почему копали блиндажи, это их лёжки, то есть, где люди жили, вот. Но зачастую, как бы, мы смотрим, и мы даже выезжали по весне, когда травы не было, по старым урочищам, ну, то есть, где деревни раньше были. Тоже при фронтовой зоне, то есть, где немцы стояли. Они, в основном, ещё и стояли в деревнях. То есть, там, где ищем фундаменты, и там попадается и стрина, то есть, монетки какие-то, ну, и какой-то немецкий хлам тоже. Когда лучше всего ехать искать? В какое время года? Вообще в любое. Выезжали в... Но зимой не поедешь, это понятно. Ему ездили. Так, омёрзлась же земля. Нет, нормальная. Земля всегда где-то плюс 2, плюс 3, может быть. Ну, сверху, да, слой, может быть, сантиметров 10-15 обледенелый. Вот. Но выезжали чисто на блины, то есть, уже с осени там заготавливали себе точки на всю зиму. То есть, какие-нибудь блиндажный городок там прикинем на зиму. И, короче, его дубасим всю зиму. Вот. Если он сухой, то киркой приходилось работать. То есть, сантиметров 10 долбишь киркой. Дальше копается всё мягко. Если он затопленный, ну, проломил лёд, откачал воду и копай. А много затопленных блиндажей вообще? Много, много, да. Ну, это тоже от сезона зависит, какой дождливый, нет. То есть, какая местность. То есть, если где-то на пригорках, то есть, там в основном сухие. Ну, по-разному, то есть. Вы ездите группой, и если находите там много чего или там мало, как это всё делится? Слушай, ну, делится по-разному вообще. Ну, либо, ну, в основном у нас делилось, как бы ты откопал, как бы ты забирай. Ну, либо кто-то что-то нашёл, он может кому-то это отдать. Ну, там, типа, ну, мне не надо, там, ты там реализуй, например, там, как бы, ну, на дорогу. Либо себе там оставь. Ну, по-разному решали, как бы, по договорённости. Ну, либо у тебя есть этот предмет уже в коллекции, да? Ну, либо, да, ну, как бы по-разному. Ну, в принципе, всегда приходили к общему мнению. Не возникало конфликтов? Да, нет, никогда не было, как бы. И я всё понимал, и я адекватный человек, и, ну, и как бы с нормальными мужиками выезжал. А вы вот этих нормальных мужиков как находили? То есть находили, ну, то есть вы по интернету, вы с одного, допустим, города, района, либо как-то по интернету заранее списывались, знакомились, уже потом ездили. То есть интернет вам помогал в этом? Либо как-то личное знакомство? Не, ну, там через знакомых меня познакомили, вот, и мы выезжали группой. А если, например, кого-то ещё позвать, ну, кто-то, например, не мог выехать на КОП, то мы, например, ну, кого-нибудь приглашали. Ну, кто-то просился с форумов, потому что мы делали периодические отчёты на своих форумах. Ну, как бы тоже там без лиц, без имён просто, ну, как бы вот, покопали там, ну, сфотографировали. Ну, и там люди что-нибудь пишут, вот, постоянно там срачи были, ну, короче, там долго рассказывать. Вот, и кто-то, например, просился, вот, типа, вы круто копаете, давайте мы поедем, ну, давай. А если это сотрудник органов какой-нибудь? Да, и, в принципе, даже как-то и не возникало вопроса. Да, и мы, в принципе, видели, кто он такой, он тоже что-то своё выкладывал, как бы мы тоже смотрели, что это за человек сначала. Да и сотрудник, ну, и что, он приедет, ну, и что, мы покажем, как кидаем землю, мы это называли фитнесом между собой, копаем там, например, какие-нибудь гнилые ботинки и за что ты меня будешь сажать, как бы. Никакой тут культурной ценности нет в этих самых культурных памятниках здесь нет, просто лес. А вообще органы государственные сильно интересуются этой темой? Слушай, ну, интересуются, конечно, но, я бы сказал, ну, в лесу тебя никто не будет трогать. Как бы, если ты там тихо пришёл, покопал и тихо вышел, не привлекаешь внимания, не отсвечиваешь, то, да не будет проблемы. И если ты не тащишь домой всякое оружие там или взрывчатку, то, как бы, и нормально. Почему ты тогда скрываешь лицо? Ну, потому что мне так хочется. Ну, а вообще пришёл бы сюда хоть один чёрный копатель вообще с открытым лицом? Да нет, ну, зачем мне лишнее внимание, как бы, кому надо, меня всё равно узнают, я уверен. Да зачем, как бы, ну, я всё равно, я как бы уже и не копаю, вот, но когда даже копал, да и сейчас. Я никого не посвящал это дело, то есть только родные и друзья там близкие как бы знали об этом. А остальные, как бы, зачем это им знать? Много вопросов глупых задают. Давай тогда перефразируем, чего боятся чёрные копатели? Закона или чего вообще? Наверное, лишнего внимания к себе. А много вообще в России, в странах СНГ чёрных копателей? Да много, полно. Ну, сколько? Россия, Белоруссия, Украина, там все копают. Тысячи, там десятки тысяч. Да я даже не знаю, ну, может быть, тысячи. Вот, ну, смотря кто как копает, то есть, как бы, в основном-то ходят так по верхам, что-то собирают потеряшки и всё. Кто реально копает, там блины, серьёзно к этому подходят, то есть, в любую погоду выезжают таких единицы. А на ваших форумах сколько вообще количества участников, где ты лазишь? Ой, я уже не помню, я давно уже туда не заходил, ну, наверное, порядка, может быть, несколько сотен, не знаю даже. Ну, так, на скидку скажу. Ну, небольшие, да? Да нет, небольшие, есть большие форумы, там ВО2 есть. Вот, но он больше коллекционный, и там коллекционеры как бы собираются. Ну, там есть разделы тоже по войне, по копать. Вот, да мы и там, и там, как бы, ну, там, туда мы выставляли только серьёзные находки. На продажу? Нет, просто показать, то есть, вот наш выход, как бы, мы опять в деле, опять кошмарим лес. Потому что после нас такие ямы, там как будто война опять вернулась. Ты выезжаешь в лес, допустим, ты знаешь уже куда ехать, примерно определили, где тот блиндаж, допустим. Что тебе нужно с собой из оборудования? Ну, я всегда брал лопата, одежда, ну, примерно, как сейчас я одет. Вот, да, рюкзак поесть, попить. Ну, прибор ещё брал, металлоискатель. Вот, ну, у меня такой один из простых был, и мне его вполне хватало, как бы, по войне. Больше ничего не надо, там, каких-то дорогущих приборов. Они тебе не помогут найти что-то, вау, там, хватай больше, кидай дальше. То есть, больше ручного труда такого, да? Не, ну, не, ну, не, ну, можно, конечно, ходить по верхам, как бы, я ничего не скажу. Вот, чисто с прибором, то есть, ну, или там какие-то мелкие ячейки копать. Вот, ну, это тоже нелегко, это пройти по лесу, там же ни дорожек, ни ничего. То есть, завалено всё деревьями, кустами. И тоже целый день так ходить кругами, это тоже очень нелегко. И постоянно нагибаться вот это вот, там что-то, выкапывать сигналы. Вот, и я так и остановился на блинах, потому что встал на одном месте и кидаешь, и вниз уходишь постепенно. Вот и всё. Сколько больше всего вы находили, там, допустим, ну, человека, к примеру, этих, да, трупов в одном блиндаже? Не, в блиндажах не попадалось, не попадалось. Ну, если про лежаки, ну, где-то, может, человек 30 за раз. Это немцы были, да? Да, ну, и если по Красной Армии, ну, тоже, наверное, за раз там 30-40 где-то так находили. Твой металлоискатель сколько стоит? Ой, давно очень брал, я даже не знаю, сейчас их выпускают или нет. Тогда брал, наверное, тысяч за 15-20 где-то так вот. Но он заточен под чёрные металлы, да, или под цветные? Нет, он и цветные различает, и чёрные, и, по-моему, как это называется, пинпоинтер тоже и был там. Ну, то есть, ты машешь, сигнал у тебя под катушкой, и, ну, чтобы цель, середину цели найти, как бы тоже там было, как бы не хватало этого. Нет, есть приборы, конечно, и за 100 тысяч, но они глубже берут и различают лучше, но это не нужно. Ну, это, наверное, больше для кладоискателей, да? Да, да, это вот больше там, конечно, кто заморачивается, и то такие тоже сильно дорогие, в принципе, можно и с более-менее начального уровня тоже ходить. Если там место хабарное, там и простым прибором можно поднять. У меня просто зрители спрашивали, какой минимальный, минимальная стоимость вот металлоискателя, чтобы сейчас там начинать эти раскопки, поиски, допустим, 2015, ты говоришь? Да, наверное, да, там можно даже, наверное, какой-нибудь бушный взять, там. В 90-е вообще ходили с этим, с армейским металлоискателем, который на мины заточен вообще искать, то есть, даже с таким раньше ходили. Ну, тогда по-другому было. Оружие, находил ли ты оружие какое-то в более-менее боеспособном виде и снаряды, к примеру? Ну, про оружие примерно боеспособное. Ну, как, оно всё как бы под восстановление, то есть, прям идеального. Находят, находят, конечно, но мне не попадалось. Да находил, да, в принципе, можно было из него что-нибудь сделать, но я это не брал, зачем? За это сесть можно. То есть, даже за части какие-то оружие? Да, части, опять же, тоже, только боевые части тоже относятся к оружию. 222-я статья. А снаряды, патроны, вот такое, боеприпасы? Да, полно, полно там этого. Полно, и склады находил, то есть, какой-нибудь блиндаж, там, а он забит снарядами, минами. Но они уже все в таком херовом состоянии? Не, они такое, неплохое, в принципе. Ну, наверное, пулять ими я бы не стал, но они вот такие бодряковые были. Ну, тоже мы пофоткали, как бы посмотрели и на месте оставили. А не опасно ли вообще было, вот ты копаешь, допустим, лопатой, попадаешь в какой-нибудь снаряд или мину? Да нет, ну, если ты его прям лопатой бить не будешь, в одну точку прям полдня, то ничего не будет. То есть, вот так вот ходить по лесу, копает, и да ты не подорвёшься. Подрываются только те, которые начинают разбирать их для трофеев домой. То есть, естественно, они все снаряжённые, все с тротилом. Он начинает выплавлять тротилы, разбирать эти снаряды, естественно, подрываются. А много ли вообще в вашей тусовке людей, которые именно охотятся за снарядами всякими, за тротилом, потом его как-то продают, там, я не знаю, террористам или рыбу глушат? Нет, я с такими долбаёвами не общался. Ну, а зачем эта статья? Нет, я сам выплавлял тротил, конечно, не раз, как бы, ну... Да, ну, чтобы сначала к нему пришли, а потом ко мне, ну, зачем это? Так а ты зачем тогда тротил выплавлял? Ну, для трофеев, естественно. Ну, как, ну, мина лежит снаряжённая, я же хочу себе на полку красивую мину. Ну, разобрал, выплавил и домой привёз. Она просто корпус ММГ, то есть, можно такую хранить дома. То есть, ты имеешь в виду тротил просто, ты выплавлял не для того, чтобы забрать себе тротил, а наоборот, чтобы вот эту вот коробку забрать? Ну, обезврежать, ну, деактивировать её, ну, чтобы не было статьи. Это всё делается, естественно, делают на коленке в лесу, и поэтому, бывает, подрываются. И как ты вот разбираешь мину, выплавляешь из неё тротил? Ну, это смотря какая мина и смотря какие устройства мины. То есть, разные есть мины, противопехотные, противотанковые, миномётные, разные агитационные, дымовые, смотря какие. Ну, миномётные я видел, они такие с хвостовиками, правда? У меня бабушка там в Беларуси под Светлогорском жила, а там, видно, много боевых действий было, потому что мы каждый раз перекапывали огород там весной, вот когда картошку сажаешь, и где-то за 10 лет, наверное, мин-20 находили. Ну, это нормально, да. То есть, вроде как и копаешь там постоянно каждый год, да, находишь картошку, но постоянно всё равно, каждую весну уже, казалось бы, на паханом-перепаханном месте всё равно что-то находишь. Да, да, бывает. Может, земля выталкивает? Я слышал такой миф, я не знаю. Да, нет, это я тоже такое слышал, да не, не выталкивает. Ну, просто перекапываете постоянно, там дождь прошёл, что-то там оголилось, какие-то хвосты там. Ну, это нормально, это везде так, где война была, а сейчас в деревне, например, это везде так. Ну, они такие грушевидные формы, в конце хвостовики уже такие полусгнившие эти хвосты, ну, небольшая такая вот мина. Ну, они, слушай, они разные есть, они бывают как... Сейчас есть. Ну, это миномётные, у меня бабушка говорила, и они с жутким свистом, она говорит, летели во время войны. Слушай, ну, я не запускал, не знаю, как они свистят, ну, наверное, свистят, там же хвост, как бы, сопротивление с воздухом. Но они бывают, то есть, от маленьких, по-моему, 37, что ли, миллиметров до 120, то есть, вот такие чушки там. Ну, я такие небольшие веду, где-то сантиметра по 30. Ну, это где-то полтинники где-то такие самые распространённые. А подрывался ли у тебя кто-то из знакомых при неудачной попытке разобрать, там, мину или снаряд? Не, у меня знакомых не было таких, у меня, как бы, все с головой дружили. Вот, и... Ну, постоянно кто-то рвётся, то есть, и даже опытные, там, и пысковики, и красные, то есть, ну, постоянно. Ну, ты вот разбирал мину, ты знал, как её разбирать, или тебе кто-то показал, или ты на форуме прочитал? Я бы, например, побоялся туда лезть, могло бы бахнуть, и всё. Ну, да, да. Не, ну, как я и видел, как это делается. Да и примерно устройство тоже знал, там, в принципе, всё просто. С чёрными копателями всё более-менее понятно, у вас там свой интерес какой-то в виде артефактов, там, да, времён войны. А чем руководствуются тогда эти официальные поисковые отряды, красные, копатели, там, эти белые, как ты говоришь? Ну, у них самая главная задача найти бойцов, перезахоронить их. То есть, ну, патриотическая работа, там, с ними выезжают постоянно какие-то пионеры. Ну, такие отряды в основном от каких-то музеев, например, от каких-то военно-патриотических организаций выступают. Вот. И, ну, такая военно-патриотическая работа. Ну, естественно, они тоже ищут и артефакты, то есть, все эти находки они тоже забирают себе, как бы, потому что надо что-то в школьный музей приносить. Ну, и кто-то это домой тащит, естественно. То есть, в принципе, ну, нет такой грани чёткой между чёрными и красными. Просто они с документами копают, а мы нет. И они перезахоранивают останки, а вы нет? Ну, лично я нет. Некоторые чёрные, я знаю, например, которые тоже и выезжают, бывают с красными, либо сотрудничают. Они бывают, если находят, они им отдают. То есть, это так не все поступают, но многие. А монеты? Вот монеты, клады, то есть, работал ли ты по ним? Ну, клады прямо искать так, это сложно. Это, ну, это просто на удачу попадаются они. Монеты, да, искал. То есть, бывало, зимой залазил в дома, ну, в старые дома, и на чердаке там засыпки искал монеты. То есть, сидишь ситом, насыпал себе, респиратор одел, оделся поплотнее, сидишь, сеешь, там постоянно монетки какие-то. Ну, так азартно, короче, прикольно. Ну, так от нечего делать, бывало, выезжал. Ну, это царские какие-то или советские? Да, царские, начало советские. То есть, ну, такие они, в принципе, какую-то минимальную там стоимость, ну, ценность какую-то минимальную имеют. Ну, собирал тоже, как бы у меня небольшая коллекция была. А что люди прятали чаще всего монеты на чердаках? Просто там в перекрытии эти засыпали, да? Или нет? Слушай, ну, я не знаю даже, как они, правда, туда попадали. Много их там находил я. То ли туда лазили как-то, потеряли. То ли, может быть, там какое-то бельё сушили, а после стирки там не вынули, из карманов высыпалось. Не знаю. То есть, до конца, как они туда попадали. Ну, это единичный случай именно с чердаками, что ты монеты находил или часто на чердаках именно? Ну, я особо и не лазил, но так на нескольких, да, находил там. Под плентусами находил. Ну, тоже случайно закатилось. Ну, и так я особо как бы не углублялся в этот поиск. Я больше по войне копал. А черные копатели и просто там кладоискатели, которые именно ценности ищут, а вы на одних и тех же форумах тусуетесь, пересекаетесь? То есть, у вас общее какое-то движение или это абсолютно раздельное направление? Да нет, это общие форумы, просто темы и разделы разные. То есть, в принципе, бывают люди и там, и там тусуются. Ну, по-разному. Где сбываете вообще вот этот награбленный, этот найденный, там откопанный хабр? Да где? На форумах, там же, где и сидим. Но продажи происходят удаленно или ты встречаешься с покупателем? По-разному. Если он в другом городе, я ему отправляю. Если он здесь, например, я с ним встречаюсь, передаю. Ну, хорошо, если это переодетый там милиционер, допустим. А у меня ничего, я ничего незаконного не продавал. Ну, нож, например, штык-нож какой-нибудь, это уже холодное оружие, скажем так. Ну, да, его как бы продавать нельзя, но я особо как бы и, ну как, ножи, конечно, продавал. Но больше как бы кучами и там так чисто отбить дорогу и просто кому-то там кучами отдавал просто и всё. В идеальном состоянии находил там штыки? Ну, не прямо в идеальном, но в хорошем, да, конечно. И сколько стоит такая штука немецкая, допустим? Ну, в среднем самая простая. Ну, какой-нибудь штык-нож там на карабин Маузера. Ну, в хорошем состоянии там, ну, тысяч пять, наверное, не знаю. Уже, честно говоря, не помню точных цен прям таких. Ну, там, ну, десятку может стоить хороший. Ну, не так, чтобы и дорого. Я думал, там на порядок цены больше. Не, ну, какие-то кортики, которые уже там, ну, просто так уже даже в земле там единично попадаются там какие-то. Ну, они, естественно, очень дорогие. Кортики-то ж у адмиралов были, да? Да не, не обязательно там. Были у Гитлер-Югендов кортики. Ну, это дети-пионеры. У СС были, там, у полиции были, других там ведомств. Ну, они очень-очень-очень редко попадаются, то есть, ну, даже около, как бы. Это где-то больше их находят, вот в Калининграде у них там это всё сбрасывали прям, они прям целый сброс там находят. А не находил ты никогда вот какой-нибудь там пушки, гаубицы, танк, самолёт, допустим, где-нибудь в болоте? Не, ну, такой большой нет, ну, пулемёты находил. В нормальном состоянии? Не, в плохом, в плохом. Ну, я лично, как бы, в нормальном нет. А смотри, в вашем движении есть какие-то там такие суперзвёзды, знаешь, как обычно там у наркоманов на форуме, у них там Вилли был такой, или Баба Нюра. То есть, есть ли у вас какие-то суперзвёзды, которых все знают, там, авторитетные такие, там, поклоняются, советуются, дружат? Да, честно говоря, я уже давно на эти форумы не захожу, уже, как бы, и подзабыл. Да так, если как-то на вскидку вспомнить, ну, какие-то коллекционеры, да, там есть серьёзные. Ну, как бы, не буду тоже их афишировать, зачем, как бы, их сюда приплетать, они, как бы, они даже, наверное, и не копают. Ну, и есть там, да, копари, как бы, которые выкладывают, и видео даже есть, и каналы на ютубе, как бы, все в свободном доступе могут написать, там, коп по войне, и сразу там вылезет всё. Да не, ну, есть такие, да, как бы, ну, они тоже всё копают, снимают, например, свои будни в лесу и показывают. Вот, они также и пустые выходы у них тоже постоянно бывают, и какой-то шмурдяк тоже там поднимают, выкидывают, как бы, то есть, раз на раз не приходится. Каждый ли твой выход, допустим, в лес, там, заканчивается какой-то добычей или чаще всего всё-таки в пустую? Чаще всего в пустую. То есть, бывает, там, два-три блиндажа вынесешь за день, и, ну, таких три, как бы, неглубоких, там, ну, либо какой-нибудь один, но очень глубокий. Да, бывает в пустую, и это больше всего. То есть, где-то мы так прикидывали, наверное, один из десяти, ну, чтобы с нормальным, и с сохраном, и с нормальными находками. То есть, находки бывают, но с охраной нет, например. То есть, либо, вроде там, и синяя глина, и глубина, там, находок нет. Ну, то есть, ну, не всегда так. Можно сказать, что это хобби, наверное, больше, да, чем погоня за деньгами, и на этом не разбогатеешь? Да, конечно, на этом не разбогатеешь, это просто хобби. То есть, кто увлекается, собирает. Ну, как бы, ну, все собирают себе для коллекции, какие-то излишки, что-то там, ну, продают, конечно. Обмениваются. Ну, либо, да, да, короче, да это хобби, абсолютно. А что у тебя за кепка вот такая интересная с эмблемой? Ну, это кепка от немецкой формы, образца 43-го года. Ты её отрыл где-то тоже? Да нет, конечно, это как бы современная копия. Ну, я просто в этой форме выезжал в лес, вот, в принципе, ну, как сказать, там, красные поискики, они там в пилотках ходят, там, в советской, российской форме, ну, мы в лес вот так вот выезжали, то есть, там, несколько мужиков вот в таком виде. Вот, и да я даже не знаю, как это, это абсолютно не пропаганда какого-то режима или, да это просто, может быть, наверное, ну, как погрузиться в эту атмосферу, что ли? Потому что у нас тоже, естественно, как бы свои приколы, там, я ходил со всеми трофейными вещами, то есть, там, ремень немецкий у меня был с прягой, там, котелок, манерка, стаканчик такой на флягу, я из него чай пил. Ложка-вилка у меня была, тоже там, кстати, с одного там поднял, я ей ел, ну, то есть, такие приколы, там, из мусука копанного пурил. Вилка, да, такая, типа? Ну, вилка-ложка у них ещё была такая, ну, как, типа, походная, но солдаты такие были. Не смущало тебя есть, там, вилка или ложка из трупа? Да не, ничего, просто помыл и ешь, всё нормально, как бы, вот, я живой сижу. Ну, да. Он там уже пролежал, долго уже там ничего не будет. Прикольно. А самая необычная находка в твоей вот карьере чёрного копателя? Ну, наверное, я не знаю, назвать это находкой, она, в принципе, у всех солдат была, ну, когда её находишь, ну, так, типа, угораем тоже, ну, это, наверное, презервативы у немцев. Уже в то время были, да? Да, конечно, там у солдат были презики, и они следили за этим очень, чтобы не болеть тут на Восточном фронте всякими. Ну, сифилис тогда, спида не было ещё, сифилис. Ну, наверное, да, ну, серьёзно, то есть, нахуй, ну, они, как бы, уже всё сгнившие, но, ну, так, бывает, угораем, как бы. Но они похожи на современные, да? Да, конечно, точно такие же. Ну, от них, правда, уже остаётся, как бы, ну, само колечко и всё. Ну, а упаковка у них какая? Фольгированная такая, как современных или бумажная? Нет, у них, по-моему, бумажная, наверное, была, потому что от упаковки ничего не оставалось. Ну, вот, наверное, вот такая вот, такая необычная, если только. Так всё остальное, рядовое, со снаряга, жбонь всякая. А жбонь что такое? Да это тоже всё хлама, это из разряда хлама, там, кто как называет. Проводят ли чёрные копатели какие-то слёты свои? Да, есть, я тебе скажу, да, вот на форуме, где сидели там, проводили они слёты свои чёрнокопательские. Они их называли «синие слёты», короче, эти сборы. Ну, они там просто собирались, бухали, короче, и всё там, не копали. В принципе, большинство так выезжает в лес чисто, как бы, оторваться там, ну, просто что-то там походить, типа, мы такие крутые, то есть, а потом они на форумах пишут, что мы там плохо копаем. Ну, им пытались объяснять, но, как бы, они не очень понимали, вот. Ну, слёты у них есть, да, там, как-то проводились, но я туда не ездил, как бы, ну, что там делать? Сие с ними, там, водку пить. А вызывали ли вы когда-нибудь сапёров, приходилось ли? Красные поисковики, они после вахты, памяти, они вызывают сапёров. Ну, опять же, сапёры куда-то в глушь, в лес, они не едут, то есть, куда-то там, где рядом, они подъезжают, да. На поле, если. Да, на поле, там, в лесу, вот, они там под конец вахты вечно, там, вокруг целый день-то, это взрывы, вот, они подрывают там. Ну, чтобы кто-то случайно, грибник какой-то не подрывался, да. Да нет, ну, так-то, если они лежат, они, как бы, не взорвутся просто так вот, то есть, начинают трогать их, то есть, увидят, вот, я, например, что-то раскопал там, всё это выложил, кто-то пойдёт, начнут ковырять, то есть, ну, дебилов-то много, либо домой потащат, дома начнут пилить вот это ещё соседи, как бы, ну, зачем это. А приходилось ли тебе когда-нибудь убегать, там, как-то скрываться быстро с места раскопок? Да нет, наверное, не было такого, то есть, как бы, ну, во время копа, да, бывало, мы встречали либо местных, либо охотников, даже как-то пару раз, такие же, как мы встречали, там, вот, но все, как бы, мирно настроены, то есть, ну, ну, такие вот лица, вот, в таких кепках ещё, там, вооружённые все. Ну, как бы, никто не пытался, вот, что-то там начинать, и, как бы, все мирно, ну, пообщались, как бы, что тут делаем, мы говорим, ну, копаем, чего. Ну, и всё, и дальше они пошли, а так, как бы, никуда, тебя никто не будет искать, там, по лесам бегать, там, какие-то менты, ну, если ты, естественно, не будешь рвать, то есть, тихо зашёл, покопал, переоделся, уехал, тихо так же, то есть, не надо привлекать, я повторяю, все внимание, потому что про чёрных копателей никто толком ничего не знает, все знают только из передачи по телевидению, а там полный бред просто, там, даже, там, смотреть даже нельзя, там, вот, и поэтому все, кто увидит, вот, что-то там копают, все сразу, ну, будут жаловаться. Ну, естественно, не надо ничего взрывать, там, ну, и, как бы, всё, копал, выехал, домой поехал, всё. Это из разряда, как у наркоманов, если мутишь, мутий, тихо, да, у вас, если копаешь, копай, тихо. Ну, да, да, зачем, как бы, привлекать внимание, всё равно никто не поймёт, как бы, менты приезжают с обысками к тем, кто всё это афиширует, там, в соцсетях, там, ещё где-то. Нет, ну, как бы, мы выкладывали на форумы, там ничего такого не было, то есть, ну, вот, копали и всё, как бы, ничего не взяли, всё осталось. Вот, кто там начинает, там, либо вот в таком виде, как я сейчас с вами разговариваю, там, по улицам ходить, ну, естественно, к тебе придут. А раз ты такой ходишь, значит, ты домой, значит, у тебя мозгов нет, ты тащишь гнилые мины домой, и ты за это сядешь просто, как бы, а ценности это никакой не является. Захоронение оружия, да. Да, а ценности это никакой не является, ну, плюс, может быть, ещё терроризм тебе подпишут. А знали ли твои родители, чем ты занимаешься и как относились к этому? Да нормально относились, ну, поначалу, да, они такие, типа, там, тоже так боялись, как бы, подорвёшься, там, или ещё что-то, там, да я, как бы, объяснил, что всё в порядке. Ну, и просто я, как бы, на прогулку выезжал в выходной день, и всё. А у тебя дед воевал? Дед? Нет, прадеды, да. То зрители задавали вопрос, там, копал бы ты на поле, допустим, или там в районе, где там теоретически мог быть, потом, лежать твой дед? Да, копал, но он выжил там, то есть, он воевал в той области, ну, в тех районах. Да, я там потом копал, ну, в немецких позициях. Ну, да, что такого, как бы, ну, многие даже слышали, как бы, там, в красный поиск шли, именно копали в том районе, где у них там родственники какие-то погибли. То есть, ну, все по-разному суда стекаются. А как отличить, вот, ты говоришь, на немецких позициях копал, как отличить принципиально позиции, эти были немецкие, куда ты глаз там положил, да, либо советские? Ну, как сказать, ну, немецкие позиции, это, их сразу видно. То есть, это, ну, это определение неправильное будет, везде всё по-разному, но они, во-первых, укреплены лучше. У них глубина траншей больше, у них постоянные блиндажи, ячейки, колючая проволока рядов в пять. То есть, я видел места там, где до сих пор она стоит, натянута, и через неё вообще не пройти. То есть, приходилось обходить там долго вот так вот идти, потому что проволока стоит там в рост твой. Они зачастую на высотках, на каких-то, ну, на возвышенностях. У них там рядом речки, то есть, естественные какие-то препятствия. То есть, туда вообще не подойти. Советские позиции, они как таковые, их особо-то и нет. Ну, какая-то в глубоком каком-то тылу там, да, наверное, ну, так чисто на передоводе. У них там ячейки и там пара копчиков маленьких и всё там, как бы, у них, они особо не копали. Ты увлекаешься историей и вот своими глазами видел там эти, скажем так, поля былых сражений. Можно ли сказать, что советская армия выиграла там не умением, а просто численностью завалили трупами? Ну, да, можно и так сказать, конечно, да. Потому что немцев на порядок меньше было. Да, всё правильно, я тоже так считаю. И они были намного более боеспособны, да, немцы? Да, да, ну, они ещё, можно сказать, как бы, почему они проиграли? Потому что у них вот тонкости были в каждой вещи просто, вот в каждой вещи у них тонкости. То есть, у них там где-то своя пряжечка, где-то свой ремешочек, для этого свой подвес, здесь свой крючок, здесь там то, здесь там это. Им привозили там и вино, и даже минеральную воду в стекле. То есть, на войну там надо везти, вы говорите, там патроны привозили. Да, серьёзно, в стекле 0,33 там бутылки. И вечно на позициях у них куча бутылок, консервов, сырков, каких-то фольги, пачкать сигарет, всё завалено. Вели праздный образ жизни. Ну, они нормально там как бы сидели, ну, лучше наших. Много ли людей сегодня готовы покупать там эти ценности времён войны и вообще какое бабло вращается на этом рынке? Слушай, ну, коллекционеров много. Смотри, какие предметы. Ну, вот эта вся компанина, она особо много не стоит. Она, опять же, от сохраны зависит. А какие-то награды, серьёзные предметы там по войне, они стоят очень много. И особенно домашнего сохрана. Вот. И, в принципе, их приобретают. Ты когда говорил про предметы, допустим, СС, ты говорил, что много поддельных всяких предметов, артефактов. Да есть, да, конечно, делают и подделки, и застаривают их, и выдают за родные. Либо такие около спорные, тоже непонятные. Много-много, конечно. То есть, это какой-то новодел просто там с клеймами искусственно состаренный, да? Да, да, всё правильно. Либо даже, можно даже, по-моему, так делают, находили, ну, не мы, а просто так по форумам замечали, что кто-то находил набивки на немецкие жетоны. А бывает попадаются пустые жетоны, незаполненные, ну, болванки. Потому что солдат, если терял его, он сразу шёл, ему набивали, опять же, чтобы у него всегда он был. И болванки, бывает, попадаются. И поэтому, то есть, можно взять болванку и набить на нем СС, и будет жетон СС, ну, новодел, как бы. А сделан он из родной болванки, набит штампом родным, как бы. И очень сложно будет такое определить ещё и застаренный, как бы, вот, ну, пример такой вот. А много ли постоянных покупателей, именно коллекционеров, которые, там, охотятся именно за этим, за военными предметами и, там, хотят собрать огромную коллекцию? Да есть, есть, как бы. Ну, тоже, опять же, они особо не афишируют себя. То есть, и от них тоже собирают, там, что-то покупают. Конечно, есть такие, много их. Но это наши, русскоязычные, да, или это заграничные коллекционеры? И наши, и заграничные, то есть, да, все собирают. А заграничные, вот, как вы, например, продаёте какие-то предметы за границу? Да я никогда ничего не продавал за границу. То есть, я только на своих форумах в пределах, там, России. Зрители ещё задавали вопрос, такой, я насмешил немного, копал ли ты на настоящем кладбище? Вот что это они такое имели в виду? Какое-то старое кладбище, смысл там копать? Ну, да, тоже не вижу. Не, как бы недалеко от него, да, как бы копали. Ну, просто там и война рядом была. Но на самом кладбище, да, смысл какой. То есть, ну, что в этих могилах современных искать? Ну, это как бы уже разграбление, это уже, это уже серьёзно. Ну, и кощунство, и что-то. Да, одно дело ты копаешь просто там в лесу, там ни крестов, ни могил, просто ровная земля, как бы. А другое дело, если там реальное кладбище ты видишь, это, да и там брать нечего, что там. А многие ли сдают клад вот вообще из твоих знакомых государств, вот нашли какие-то артефакты или таких там больных на голову нет, скажем так? Да я не знаю, ну, в репортажах я как-то видел, что там человек кто-то нашёл, там что-то сдал, там, не знаю. У меня знакомый находил клад реально, то есть, просто шли к гороскопу, ну, не, без меня, мне просто утроскали, как бы, я тогда не выезжал. Да, нашёл, как бы, клад, там, монеты царские были, да, там, очень много их было, то есть, такая находка бомбовая была. Да нет, конечно, себя оставили, зачем? Был случай недавно интересный в России, показательный, да, вот чтобы не спрашивали про такие вопросы, сдают, не сдают, человек нашёл клад, я из новостей знаю, человек нашёл клад, большой клад, там, я не помню сколько, там, ну, или один миллион, или четыре миллиона долларов примерно, отдал его на охранение, там, ну, полиции получатся, ну, государству, чтобы потом получить свои 25%, когда они оценят 25%, по-моему, да? Ну, наверное, да, что-то такое, да, я тоже слышал, но там, наверное, осталось откладывать столько, и там... Нет, они вообще, якобы, потеряли, при пересылке, там, для оценки в музей, они это потеряли, и всё, и он отсудил, кстати, нормальную сумму давать, недавно было дело, как раз, там, около миллиона долларов, что-то... Ну, понятно. Ну, крадут, понимаешь? Да, конечно, ну, я бы, наверное, так же сделал на месте ментов, о, лох там принёс, ну, давай, что, распилим сейчас. Ну, ну, тем не менее, а лох оказался, видишь, не такой-то лох. Ну, да, бывает такое. И не так, так по-другому получил, там, что-нибудь прочитать. Ну, да, ну, тоже судиться, это не один день, и это не так легко. А есть ли у вас в тусовке девушки-копатели? Ну, у нас не было, ну, красных поисковиков есть, да, выезжают такие. Ну, их немного, да? Ну, да, конечно, их немного. Это чаще всего жёны боевой подруги, там, вашего брата. Ну, типа того, да. А кидали ли тебя, например, при попытке сбыта, там, вот, найденных всяких штук? Да нет, не кидали, в принципе. Ну, я встречаюсь с человеком, как бы он посмотрел, деньги-то отдал мне в руки, я ушёл. Можно сделать вывод, что тусовка такая закрытая, больше своя, там, да, все друг друга знают, более-менее доверие. Да нет, там, в принципе, особо, ну, по своему региону примерно знал, кто копает, ну, как бы по никам. Где они копали, примерно тоже предполагали, там, ну, что находят, как бы, да и всё, вот вся эта тусовка, как бы, все сами по себе. Просто деятельность, там, чёрных копателей, она, мне кажется, так больше мифологизирована, да, и все думают, что там огромное бабло, там, постоянно трупы какие-то, мины, там, ценности, там, не знаю, задавали вопрос даже про янтарную комнату, там, копаешь ли ты янтарь в Калининграде, ну, такое уже, как сравнили с работягой из-за ума. Да, ну, конечно, нет. А ты сидишь и рассказываешь сейчас, что это больше как хобби такое, да, увлечение, причём не особо прибыльное. Да, конечно, да, это даже не прибыльное, то есть ты больше тратишь денег, времени, то есть на дорогу, на поиски, и, опять же, не каждый выход далеко ты что-то находишь, но очень, там, постоянно выходы впустую, то есть, и... Да нет, самое главное, как бы, не тащить домой оружие, взрывчатку, как бы, докопайся тихо, да и всё, как бы, если уже вот это приносишь, это уже незаконно. Не разбирай мины ещё для своей же безопасности. Да, ну, конечно, нафиг это надо. Вон, пойди, наверни, Саш, купи, готовы уже, там, недорогие. Это же всё продаётся у нас же, и рынок есть для этого на партизанской, в Питере такой же, но удельный есть. Там весь этот хабр по выходным продаётся. Оригинальный, да? И оригинальный, и новодельный, всё, что хочешь. Там целые ряды, там стоит рынок, ну, блошиный рынок, там все эти каски, снаряды, всё это продаётся спокойно. И проще, мне кажется, если есть деньги, просто пойти докупить всё, что тебе понравится. Ну да, если ты там хочешь эту мину, ну, пойди, ты купи её, там, за тысячу рублей, скажи всем, что накопал. Или штык какой-нибудь, или ещё что-нибудь. Или подложи в раскоп, сфотографируй, смотрите, что нашёл. Ну да, вырядится как-то ещё. Да, и вообще всё круто. Короче, ребята, если, подытоживая, да, то есть, если вам это нравится, если хобби, если вы там болеете, там, Великое Отечество, ну и да, поехали, покопали. Ну, втихаря особенно, естественно. То есть, больших денег вы на этом не заработаете. В то же время, больших вложений не надо. То есть, если вас это прёт, тащитесь от этого, то пожалуйста. А у нас же есть подарки. Вот, наш сегодняшний гость привёз какие-то артефакты оригинальные, не новодел. Ну, рассказывай, что это вот. Ну, вилка люфтовая, столовая, и тарелка тоже люфтовая. Естественно, всё с курицами, как вы любите. То есть, люфтовая что? Люфтвафф? Люфтвафф, да. Вот, покажу, тарелка такая вот. Видите, а ролл этот немецкий. Написано «Богемия», да? Это Чехия, наверное? Ну, наверное, не знаю. У меня какие-то есть послевоенные, какие-то современные уже, тоже там «Богемия». Ну, какая-то фабрика у них, наверное. На тарелке написано «1940 год», и ты её где взял? Нашёл на местах боёв. То есть, посуда хорошо сохраняется, да? Ну, если не раскололась, то, в принципе, ей ничего не будет. Вот она, наверное, меньше всего подвержена коррозии. Ну, да, глина, по сути, и керамика обожена. Вот. И вилка. С этой вилкой, наверное, 1939 год, вот, похоже, здесь. А вот это вот что за номер? Ну, это то же самое, как и на этой тоже, FLUV. Ну, это вот эти клеймы, вот эти люфтовые тоже. Короче, вилка, вот она у нас тоже с орлом таким. Ну, потом посмотрите. Вот, мы вилл... Вот комплект этот, да, уже по отдельности дарить не будем, короче. Да, не, комплектом, конечно. Подарим комплектом вот именно тому, кто сильно заинтересован в этом, вообще болеет эта история всей Великой Отечественной войны, ну, точнее, Второй мировой войны, скажем так. И кто оставит под видео самый лучший комментарий, мы вместе почитаем и отберём победителя. Я тогда упакую уже нормально, чтобы не разбилось, и вам отправлю уже, будете кушать, там, или, там, подруге показывать. Можете сказать, что я нашёл, там, откопал. Да, конечно, в раскоп положите, сфотографируйте, и отлично. Но ты не жалеешь об этом периоде в своей жизни, да? Нет, конечно, это вообще классные года были. А чем ты сейчас занимаешься или планируешь заниматься? Да, разными делами занимаюсь, как бы. Ну, это бизнес или просто работы какие-то заприработки? Ну, бизнес, можно так сказать. А у тебя образование есть какое-то, может, историческое профиль на этом? Нет, просто высшее техническое. То есть, раскопки именно такое было хобби, да? Веление души никак не с образованием, ни с чем не связано? Да, да. Хорошо, ну что, спасибо большое, что приехал. Всё, тебе спасибо. И развели мы мифы, короче, видите, нет там ничего такого сверхдоходного, сверхсложного и вообще, и страшного, наверное, ничего нет, и не надо этих ребят бояться, там, чёрные копатели, там. Ну, чёрные-чёрные, одни солдат выкапывают, перезахаранивают. Эти занимаются тем же самым, просто не перезахаранивают их. Ну, это, ну, просто из-за нерентабельности, скажем так. Ну, да, можно так сказать. Тратить на это время своё. Ну, да. Спасибо за просмотр. Лайки, комменты, подписывайтесь на канал. И пишите коммент какой-нибудь хороший, и мы вам с удовольствием подарим вот эту тарелку и вилку от Люфтваффе. Всё, всем спасибо, друзья. Пока, до новых встреч. Всё, всем пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова